Встретиться в Еврокубке после долгого отсутствия, это, скажу я вам, дорогого стоит. Когда на Гудисон парк, все обстоятельства против, тошно может стать даже Ливерпулю, не говоря уже про любой из украинских клубов. Но честь и почет команде Маркевича Харьков сделал невозможное, теперь имеет, не скажу, что отличный, но, объективно говоря, очень хорошие шансы пройти Ливерпульский клуб. Виктор Соколов провел с металлистом эти несколько незабываемых дней и вернулся из города Битлз в хорошем настроении, напевая вечные песни ливерпульской четверки «Come back in your SSA» и так далее. Это был не первый еврокубковый матч металлиста, что бы там ни говорили. В 88-м Харьковчане уже играли в Европе и даже прошли первый раунд, во втором дурацким образом уступив Роди из Киркрата. Для повторного выхода в свет партнер вышел куда уж именитий. Мощный Эвертон, здорово трепавший английскую премьер-лигу в том году и хорошо смотришься в этом. Естественно, были переживания не только из-за грозного имени соперника, но и страхи, что футболисты могут просто-напросто перегореть. Все-таки песнословные английские болельщики. Завтра этот спокойный дедушка Гудисон превратится в ревущую западню. И очень хочется, чтобы небольшая делегация металлиста на английской траве нашла свое украинское еврокубковое счастье. Застраховать от этого было невозможно, но, как показала сама игра, руководству команды и клуба удалось ввести мандраж к минимуму. Недаром вместе с футболистами готовился к битве на островах и президент клуба, судя по позиции на поле опорным хавом. Трава хорошая, зеленая. Они, ребята, бодрые и так, без моего подбадривания. Любой счет, лишь бы у нас было на гол больше. Надеемся, что уедем с улыбками отсюда. А дополнительно снять напряжение помогли блуждания по Ливерпулю в день игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грати в Ливерпулі футболиста и побывать в музеях, битве, это, я думаю, великое счастье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голубые или синие, в зависимости от тонкости перевода, перли на стадион нескончаемым потоком. Лица мелькали от флегматично миролюбивых до подогретых до нужной кондиции. Про металлист они не знали ничего, а Украину считают частью России. И шли поддержать своих. Ирисок. Именно этому магазину за моей спиной, в свое время торговавшему сладостями, Эвертон обязан своим прозвищем Тофис Ириски. В свое время они были настолько популярны, что выдавались каждому болельщику накануне игры. Ну а мы надеемся, что сегодня на сладкое Эвертон получит хотя бы один гол от металлиста. Эвертон это очень сложная команда. Они играют как одна семья. То есть у них, они как будто, они как будто браты, они все знают друг друга. Надо опасаться длинных мячей. А что скажешь о болельщиках Эвертона? А? О болельщиках Эвертона что можешь сказать? Это из самых, я думаю, это одни из самых лучших болельщиков. Вы увидите, стадион будет тростись сегодня. Они будут за свою команду болеть. Если надо, они все для своей команды сделают. Переполненный Гудисом, песни, гул, 25-минутное опоздание. Руководство решило заполнить изначально отданное гостям и пустующие болельщицкие сектора. Прецедент, однако. Мирон Маркевич потом негодовал, ведь для его подопечных любой неожиданный фактор мог добавить нервного напряжения. А оно сказывалось. Дебют игры до пропущенного гола прошел в очень старательном, но суматошном отборе мяча и неустанном его же теряне. Накануне дуэли украинские СМИ очень много внимания уделили фигуре Дэвида Моэса. А вот британские коллеги довольно высоко оценивали Мирона Маркевича и его опыт. И в итоге оказались правы. Атакующий ориентированный состав ливерпульцев с тремя форвардами Макфаденом, Джонсоном и Айкбенни оказался беззубым. Слишком уж жидким вышел центр поля. Маркевич сыграл от насыщенной обороны. Но как тут упрекать, когда противостоял Харковчанам Эвертон. А тут еще и дебютный матч для большинства слабожан. Да надо играть в свою игру. А там посмотрим, как Бог даст. А из-за помнившегося удар Валяева, помимо дыр в обороне, заставивший продемонстрировать прыгучесть и вратаря синих Весельса. Моментов у хозяев не было. Безусловно, в центре поля сказывалось отсутствие испанца Артеты и датчанина Грависона. А лучшим в обороне однозначно был папа Гюэ. Папа в этот вечер действительно мог все, что угодно. Блокируя все попытки прорваться по центру, подчищая по флангам, выигрывая единоборство. И в пропущенном мече вины Сенегальца нет никакой. Угловой на 24-й минуте обезвредит Матли Горяйнов, который не вышел на подачу Макфадена к линии Вратарской, и Слюсар, упустивший Лескота. И все, металлист вышел из литургического сна. На следующие 40 минут на поле установилось равновесие с одинаково безуспешными попытками прорваться к воротам. Украинцы, пожалуй, от усердия фалили рисковато. Но зато у Эвертона практически не было свободных зон. И вынужден он был, как и предупреждали болельщики, деревянно играть длинными навесами. А с ними, как и с фланговыми углозами, слабожа не справлялись. Вот только и сами нечасто под трессингом Эвертона пускались в долгие перепасовки. А жаль, ведь именно низом у команды Маркевича выходило остро. Главное событие пришлись на последние полчаса. Сначала замены у гостей. Нвоху меняет Антонов, а Рыкунает Мар. И тут же Штухлих вступает в бой. Борцовская схватка с участием Бабича, отказывавшегося падать в одиночестве, заканчивается падением. До пенальти это полбеды. Судья еще и удаляет Северина Гончаржика за разговоры. И совсем уже трагично, под могучее пение трибун, Джонсон без шансов для Горяйнова делает счет 2-0. Но тут колесо еврокубковой истории металлиста делает резкий крен в сторону удачи. Судья требует удар перебить. И Горяйнов, получив наставление от кого-то из полевых игроков, берет. С трибун несется куда более тихий, но не менее восторженный вопль экстаза на смеси русского и украинского. И вот он уже, герой матча, Александр Горянин. Выходит Макдуфи вместо Антонова. И эта замена откровенно оборонительного плана делает чудо. Хишам начинает фланговую контру, которую продолжает Девич. И затем марокканец отличным пасом назад находит Эдмара. Улыбчивый бразилец в падении попадает в противоход вратарю. 1-1 в меньшинстве против Эвертона. Чудо чистой воды. Украинские болельщики снова взлетают под облака, а между тем это только 78-я минута. Еще играть и играть, что и подтверждает Штухлик. Еще одна борьба уже совсем не очевидный для судейства эпизод. А нечебе и злополучный Бабич в титанической борьбе нарушали оба, но пенальти в итоге получили мы. Джонсон, наверное, и сам в шоке. Вновь ощущение чуда, которое не покидает до самого финального свистка. Украинцы держатся в девятером, стоически перенося все тягоды добавленных шести минут. Сумасшедший редебют металлиста в Европе. Шоковая терапия для Гудисона и настоящий поклон от украинских болельщиков, привыкших ожидать худшего. Драматизм хорош хэппи-эндом, а после ливерпульского матча мы вправе на него рассчитывать. Когда я выходил, я все отдал и все, со всех сил. Звичайно, мы так побудовали игру, чтобы не дать разгуляться нападающим, нападающим серьезнее. Звичайно, нам хотелось их трошки связать. Дали, заграли на контратаках, мало все-таки еще пару мячей забыл. Субтитры создавал DimaTorzok